Сказки народов Тюменского Севера Знал повадки каждого зверя, умел выслеживать хитрую лису, находить зимой медвежьи берлоги, умел изловить Сахатова. Только оленей никогда не ловил, жалел их Захар, всегда любовался ими. Однажды пошел Захар на озеро проверять поставленные на рыбу сети. Дело летом было. Время уже к вечеру клонило. Свернул он с тропинки и направился к озеру. А озеро место-то топкое, зыбкое. Идет Захар, с кочки на кочку перепрыгивает, а ноги прямо по колено в мох проваливаются. Морошки кругом, страсть как много, тут же и голубика, и клюква растут. Такая красота кругом, тишина. Только мошкара жужжит, но Захар привык, не замечает ее. Вокруг увидел Захар, что мох во многих местах прямо с корнем выдран. Присмотрелся хорошенько и увидел по следам, что олень тут прошел. Тихо на озере. Только и слышно, как рыба плещется, да утка вспорхнет. Отдохнул Захар, за дело рыбацкое хотел приниматься. Как вдруг замер. Недалеко от него стоял красивый олень. Соли мелькнуло в голове у Захара. И весело из рук выпало. Встрепенулся олень. Замер на миг. Потом гордо поднял голову сереньким пятнышком на лбу. И убежал прочь. Посмотрел Захар вслед ему и принялся сети вытаскивать. По дороге домой Захар долго думал об оленье. Прошло лето. Пришла и ушла осень. Наступила зима. А зима на Урале суровая да снежная. Трудно Захару семьей было жить. Юрта совсем худая стала. И в охоте удачи нет. Или зверь далеко ушел. Или сам я плохо охотиться стал. Огорчался Захар. Пошел он снова в лес. Идет день, другой. И сил выбивается. А на след зверя набрести не может. Мороз дает о себе знать. Вся одежда заиндевела. Усталость и дремота так и валит с ног. Вышел из леса к болоту. Тут буран сильный поднялся. И видит Захар. На краю болота стадо оленей пасется. Обрадовался Захар. А олени копытами нас разгребают. Из-под снега зеленый мох ягель себе добывают. А среди них тот с сереньким пятнышком на лбу. Которого он на озере видел. Стал Захар потихоньку подползать к оленям. Совсем близко подполз. Быть бы ему с добычей. Додрогнуло сердце. Жалко стало убивать. Тут учуяли олени, что человек близко. И когда Захар вышел из лесины. Они уже умчались. Обессилел Манси. Хотел повернуть обратно. Вдруг видит прямо к нему, опустив голову, идет большой и сильный олень. Попятился Захар. Спрятался за лесину. А олень остановился около него и сказал ему голоса человека. Здравствуй, Захар-охотник. Испугался Захар. На колени опустился. А олень продолжает. Давно тебя знаю. Вижу, как ты трудишься. Бродишь по тайге. А удачи нет тебе. Захар в ответ. Спасибо, гордый Сали. Что добрым словом согрел меня. А олень говорит. Будь завтра снова на этом месте. И подняв высоко голову, убежал. Много передумал за ночь Захар. Не верилось, что олень с ним разговаривал. Только показался первый луч солнца, Захар опять пошел на болото. Красавец оленя уже ждет его. Буду я другом твоим и помощником. Служить тебе буду. Садись на меня. Быстро мчался олень по тайге. Сколько было удивлений и радости, когда вернулся Захар домой. Легче стало жить Захару. Освободил его олень от самых трудных работ. Все привыкли к доброму Сали. Задумал охотник отблагодарить его за доброту, за то, что он облегчил тяжелую долю манси. Думал он, думал и решил смастерить такие рога, каких ни у кого нет. Долгие вечера они сидели всей семьей и вытачивали, отделывали каждую веточку. И вот готовы рога. Крепкие, ветвистые, красивые. Весной, когда начал таять снег, а тайга наполнилась криком птиц и зверей, вышел однажды Захар из юрты, запряг оленя и посадил всю свою семью на нарты. «Поехали!» – крикнул Захар. И они помчались по бескрайним дорогам родной тайги. Вот и ваткатур. В эту пору озеро было особенно красиво. Утки прилетали стая за стаей. Соскучившись по родным местам, они с шумом и свистом плескались в воде. Захар освободил оленя из упряжки и вывел к тому месту, где впервые увидел его. В это время старший сын Захара принес приготовленные для оленя рога. «Вот тебе, дорогой, соли!» – сказал Захар. Олень гордливо качнул головой в новом убранстве. Прошелся, красуясь по берегу озера, копнул острым рогом землю. «Спасибо тебе, соли, за помощь!» – сказал Захар охотник. «Иди на свободу!» «И тебе спасибо, человек! С такими рогами мне и волк не страшен!» – ответил олень, и, измахнув на прощание красивыми рогами, скрылся в лес. Говорят, что с той давней поры все олени носят рога и дружат с человеком. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok